Этот двор вошел в число 75, в которых в этом году проводилась капитальная реконструкция. Из-за большого объема работ, выполняемых по городу, строители смогли зайти сюда лишь в конце сентября. За месяц установили бордюры, уложили тротуарную плитку, частично обустроили парковочные карманы и газоны, подготовили место для будущей детской площадки. У нас двор был очень в плохом состоянии. Все было, конечно, и асфальт был ужаснейший, и плитка была в ужасном состоянии. Очень плохой был двор. Сейчас, конечно, заметно сразу стало улучшение, так красиво стало. Мы строителями довольны очень, потому что у нас очень хорошие мальчики, они спокойные, они все выслушивают, все, если что-то, мы им делаем какое-то замечание, они его очень быстро выполняют. Двор преобразился, но ремонт до начала дождей завершить не удалось. Часть дороги осталась отсыпанной щебнем. Строители готовы уложить асфальт в этом сезоне, если будет благоприятной погода. Жители стали перед выбором – перенести работы на следующий год или доделать в этом. Не только я одна возмущаюсь в том, что асфальт будет ложиться на лужи. Их невозможно сейчас просушить по технологии. Дождь идет два дня. Мы слышали, что мэр города говорил, что можно приостановить работу, так как наш двор уже очень запоздало пошел на ремонт двора. Поэтому, если бы можно было, это все вот именно укладку двора перенести на теплые погодные условия. Опасения жителей вполне понятны и обоснованы. Строители выдвигают свои аргументы, напоминая, что на все работы дается гарантия и делать некачественно не в их интересах. Контроль соблюдения технических регламентов ведется и со стороны жильцов, и со стороны администрации города. Перед укладкой осветного покрытия была произведена подготовка основания, очистка его от посторонних предметов и грязи. После чего была произведена подгрунтовка битумной эмульсии. При ухудшении погодных условий работы по укладке осветного покрытия были приостановлены. Если погода не наладится, то работы по устройству покрытия будут присоединены в 2017 год. Все работы, которые будут выполнены подрядчиком с отклонениями от технологии, к оплате приняты не будут. Напомним, в этом году в масштабную программу капремонта вошли 75 территорий. В настоящее время проводится конкурсный отбор дворов для ремонта в следующем году. Подать заявку можно в Департамент городского хозяйства до 21 ноября. Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.